Всем привет! С вами Андрей. Начинаем его проходить с моими комментариями в какой-то веки. Посмотрим, что это получится. Не знаю, насколько он зайдет. По вероисповеданию тут получается благочестивый нейтрал или хаосник. Ну, либо рандом. Ну, я думаю, мы все-таки благочестивым будем. Посмотрим, что нам зайдет. Нас приветствует игра. Нам желают удачи. Говорят, что у нас полная луния. То, что у нас тут наш класс поприветствовали. У нас текущее снаряжение. Получается у нас экипирование перчатки на плюс два роба на плюс один. Еда некоторая есть. Свиток, обнаружение золота и книга хила, благословленная. И три поушена хила. Не благословленных. Но они не проклятые. Все хорошо. Получается, у нас есть заклинание хила, которое стоит пять маны. Потому что оно первого уровня. Все заклинания по уровню, которые идут, они стоят пять, десять, пятнадцать, двадцать и так далее. Соответственно, первый, второй, третий уровень. Текущее с первого уровня левела, как тут указано, и оно стоит пять маны. Поэтому, ну что, у нас получается четыре армор класс. Самый лучший каш армор класс, чем ниже, тем лучше. То есть, например, минус пять армор класс будет лучше, чем наш текущий плюс четыре. АС – это армор класс. ХП – ну, это ваше количество здоровья. ПВ – это ваше количество магии. ХП – это ваш опыт. Первое значение единицы – это ваш уровень. Через пробелы ноль – это ваш опыт, который вы получаете. То есть, там, какие значения у вас идут. Т – это количество ваших ходов. Также тут прописано то, что нас зовут Андрей, то, что мы кандидат, но это ваш меняется от уровня. То есть, это особо можно внимания не обращать. Ваши статы – СТ, то есть, сила, ловкость, выносливость, интеллект, мудрость и харизма. То есть, 18-12, 12-10, 13-9. И благочестивый. Первый левел подземелья – ноль баксов у нас. Вот как-то так. Ну, я по возможности буду комментировать, не знаю, посмотрим. Возможно, вам будет более понятно, чтобы вы хоть чуть-чуть понимали. Вот, мы видим перед собой шакала. Шакал не самый сильный противник, но если он будет толпой, он вас, скорее всего, забьет. Поэтому вам, ваши задачи… Вот, мы только что убили шакала. Мы пошли в его сторону и тем самым его убили. У нас экипировано… Ну, то есть, монах убьет руками у него вот этот… Martial Arts, так называемый Fire Skill, в базовом эквиваленте. То есть, мы можем бить элементарно руками. С неплохим уроном. Потому что у нас прокачано это. Можно и другим оружием, но у нас пока прокачано только этот. Мы видим предмет. Текущий предмет, так называемый, я не знаю, как по-английски это будет «ляш». Ну, я ее перевожу как «ляш». Одним словом, это должен быть поводок. Учитывая то, что у нас животного нету, то нам поводок не актуален будет. Взаимодействие через кнопку «А». «Опле» так называемый. То есть, берете «А», «Опле» и куда его нужно. Бежим дальше. Ну, это постоянные скрипы, шорохи, все это нам периодически. Дверь сопротивляется открыванию. Мы ее не можем открыть, она сопротивляется. Вот мы ее в конечном итоге открыли. Подобрали монеты. У меня, кстати, стоит автопикап. Для того, чтобы его включить, его надо в конфиг файле, то есть, в дефолте. «Нвэп прописать», «Автопикап». Опять же, это все. Это наше текущее снаряжение, то есть, которое мы уже распознали в данный момент. Сейчас я вам покажу. У меня она где-то здесь будет. А, нет, здесь ее нет. Одним словом, вот кнопка «Собачка» команда. Это включает автопикап. Ну, вот тут, в принципе, есть все кнопки, которые вам необходимы для того, чтобы играть более-менее нормально в эту игру. Единственное, все на английском, но если вы играете с ПК, можно найти и русскоязычную версию. И не особо сильно заморачиваться об этом вопросе. Ну, в данном случае у нас английская версия, потому что я русскоязычной версии на андроид, а я игрой именно с него не нашел. У нас появилось семь монет. Идем, исследуем местность, видим перед собой, это, скорее всего, гоблин. Да, это орк-гоблин. То есть, он в большинстве случаев дропает кинжал. Мы идем в его сторону, мы его убили. Мы видим то, что тут лежит его труп, гоблин. Одним словом, вот этим значком, так называемого процента, всегда обозначаются трупы. Поэтому трупы лучше есть сразу, либо не есть вообще. Потому что, если вы съедите труп, который, скажем так, уже лежал много, то у вас получится футро, так называемое пищевое отравление, от которого я, в большинстве случаев, избавляюсь. От него можно избавиться, но, опять же, чтобы от него избавиться, вам нужно будет элементарно, так называемому персонажу проблеваться. То есть, вам нужно проклятая еда, яйцо, там, типа рациона. То есть, одним словом, там много чего написано, но я обычно молюсь. То есть, команда, нажимаем решетку, и команда Prey, она у нас вот здесь вот присутствует, и мы молимся. И тем самым с нас это снимает. Но, опять же, часто молиться нельзя раз в 200-300 ходов, не чаще. Потому что, если вы будете молиться часто, вас просто, скажем так, вас пошлют. У нас, в данный момент, ходов, получается, 3 единицы. У нас 12 опыта, 1 уровень и 9 монет. Перед нами стоит Brick Bug. Это, одним словом, жук, фантастическая тварь. Одним словом, не самый сильный противник, но он бьет электричеством. То есть, мы его только что убили. А, да, я не показал ловушку. Вот, мы видим перед собой ловушку. Чтобы ее опознать, соответствующее, это скрипучая доска. Для нас она не самая страшная, но она, если будет активироваться, активируем, то мы свалимся вниз. То есть, на следующий уровень. То есть, у нас, например, первый уровень, а если мы ее активируем, то мы, скорее всего, свалимся туда вниз. Ее можно снять благодаря так называемому маслу, опять же. Но это уже, как говорится, для извращенцев. В большинстве случаев я ее не снимал. Опять же, скрип предупреждает остальных мобов о вашем присутствии. Тем самым, мы нашли свиток. Вы обнаруживаете себе. Особенно, если вы играете через скрытность, это очень критично. Открылась дверь. Посмотрели, там пусто. Дверь, опять же, открылась. Это, опять же, один из трупов, которые можно есть и которые желательно есть. У нас персонаж в данный момент монах. То есть, он на начальном уровне есть не может, скажем так, ядовитые трупы. Но когда мы получим сопротивление к яду, на одном из уровней, насколько я помню, на втором, что ли, вы уже сможете есть ядовитые трупы. И, опять же, это очень важно. И, самое главное, ваша задача просто понизить ваш армор-класс, в данном случае у нас он 4, и найти сопротивление к яду. Потому что, если вы его не найдете, ваш персонаж, скорее всего, погибнет. При любом раскладе. Опять же, есть история, которая вам пишет то, что вы сделали, кто как ударил и так далее. То есть, можно здесь все прочитать, нажав, как говорится, витильду и кнопку P, английскую. Пробежимся, собственно, по кнопочкам. Получается, первая кнопка, которая здесь. Эта кнопка, получается, вы обнаруживаете ловушку. Я ее уже пользовался. Вот эта кнопка EMU, так называемая, это кнопка UNTRAP. То есть, вы можете разоружать ловушки. У вас, конечно, не самая большая вероятность. Но все же, все-таки, стоит попытаться. D, так называемая DIP. То есть, вы можете взаимодействовать с какими-то предметами. То есть, окунать в них что-то. Очень полезная функция, особенно для зелий. Кнопка R, которая у нас присутствует, это Redmi. То есть, вы можете прочитать. Точнее, Redmi. Вы можете что-то прочитать. Вот, например, в нашем случае мы можем прочитать, например, Spellbook Healing. Либо, то есть, либо книги, либо свитки, либо что-то другое, что у нас присутствует. Но в большинстве случаев у вас именно это будет присутствует. Либо вообще ничего. Drink. Ну, я думаю, понятно, что drink – это питье поушинов, которых у вас присутствует в наличии. А, это взаимодействие с инструментом, так называемой APLE. В нашем случае у нас вот есть поводок, и мы, в принципе, нам нет особого смысла с ним взаимодействовать, потому что у нас нет ни питомца, ни никого. E – это еда. То есть, что вы можете есть. В данном случае нам нечего есть. Мы просто, как говорится, двигаемся дальше. D вот с этим вот апостропом сверху. Это пинание предмета. Очень полезно, если вы обнаружите серый камень, и чтобы его не подбирать, он проклятый, потому что может быть. Вы можете пнуть его. Если он отлетит, то вы его можете подбирать. Если он не отлетит, он будет проклятый, его нельзя подбирать. Ну, либо также на двери можно использовать это. ММ – это специальная абилка в нормальной форме. То есть, когда вы превращаетесь в какого-то монстра, вы можете использовать его в спецабилку. ММ – это где вы хотите посидеть. Ну, то есть, тут есть трон, и на нем, как говорится, можно посидеть. Но, опять же, это все… МР – это взаимодействие с предметами. То есть, например, с той же лампой, с теми же камнями вы сможете взаимодействовать благодаря этой команде. Одним словом, я буду все показывать. МР – это команда, которая, ну, в принципе, тут все и написано. Вот так в обучении понятно, я так часто пообщему пробегусь. Вот тут вот, например, тут все написано. То есть, МР – это команда RAD, где вы можете просто сесть на своего маунта, либо, как говорится, слезть с него. Команда S – она открывает, закрывает дверь. Ну, то есть, если присутствует дверь у вас, то вы ее можете открыть и закрыть. МЕ – это так называемая команда Enchant, насколько я помню. То есть, вы можете просмотреть все ваши скиллы, которые у вас есть, каким они базовые, небазовые, там и так далее. То есть, там профессионалы, то есть, ваш уровень умений и скиллами. То есть, тут есть, получается, боевые, оружейные и магические, так называемый спалкастинг. Опять же, идем дальше. Кнопка T – это то, что вы можете дропнуть, ну, точнее, так сказать, не дропнуть, а кинуть в кого-то. То есть, выбирая вот в этом выпадающем меню, например, и вы можете кинуть, что захотите, что вам необходимо кинуть. Кнопка Z – маленькая, это использование ваших палочек. То есть, вы элементарно можете, если у вас есть наличие палочки, у вас их нет наличия, вы можете использовать палочку через эту кнопку, выбрав единственное направление, которое у вас. Либо, если палочка без направления, то она вам сразу об этом скажет. Кнопка Z – это заклинание, если вы можете его кастовать, если у вас в графе fail не очень большая цифра, то есть, у нас, например, 0%, мы можем его кастовать. Если у вас там больше, ну, грубо говоря, около 100%, соответственно, вы не сможете кастовать. Кнопка Q – это, как говорится, кивер, так называемый, это то, так называемый ваш колчан, куда вы можете все запихивать, то есть, например, предметы, не предметы для метания их потом. Соответственно, и кнопка F – это, собственно, само метание этих предметов, которые вы запихнули в Q. Кнопка E – это engrave, так называемая команда, чем вы можете писать. И вы выбираете, чем вы можете писать, но в большинстве случаев люди пишут либо пальцем, вот самая верхняя у нас. Нам в данный момент это не нужно. Либо я обычно пишу этим оружием каким-нибудь, кинжалами, не кинжалами и так далее. Вот. Точка с запятой – это, собственно, так называемое «узнать что-то про объект». – то есть, вы нажимаете точку с запятой, нажимаете на этот объект, который у вас присутствует на карте, и вы можете узнать о нем начальные характеристики. Кнопка D – это то, что вы… Вот, например, нам показали, что мы human, monk, зовут Андрей. То есть, то, что нам показали одним словом, то, что есть. Вот. Кнопка D – это маленькая, это дроп. Собственно, то, что вы можете, ну, дропнуть. То есть, берете, нажимаете D, и вам предлагают список того, из чего вы можете дропнуть из своего инвентаря. Кнопка D большая, она зеркальная, и вы можете выбрать из списка. То есть, вы можете там армор, свитки и так далее, что-то дропнуть, что вам необходимо дропнуть. Запятая – это так называемое поднятие любого предмета. Ну, в нашем случае нам нечего поднимать, поэтому запятая для нас бесполезна. Кнопка E – это ваш инвентарь. То есть, вы смотрите, что у вас есть в наличии, и вы можете этим, как говорится, взаимодействовать. Кнопка S маленькая – это поиск. Соответственно, и аналоги N10S и N20S – это, соответственно, количество ходов, которые мы можем искать. То есть, на S – это один ход, а S – 10 и 20, соответственно, 10 и 20 ходов. Кнопка меню. Ну, это кнопка меню. В общем, вы выбираете то, что, в общем говоря, все настраивается. То есть, все вот это настроить можно и выбрать, как вам необходимо. Тут, собственно, клавиатура, если вам проще на клавиатуре. Собственно, через решетку идут другие команды, которые я не вынес на, ну, как говорится, свое меню. Кнопка V – это экипировка оружия. То есть, вы нашли какое-то оружие, нажали кнопку V, и у вас оно экипировалось. То есть, вы его нажали, выбрали, и у вас оно экипировалось. Кнопка X – это смена оружия. То есть, у вас, получается, есть правая и левая рука. Вы можете, благодаря, если у вас оружие не двуручное, вы можете менять руки. Кнопка P – это одевание колец, ну, колец в большинстве случаев, ожерель. Кнопка R – собственно, их снятие. То есть, вот P, вот R. Ну, собственно, нам говорят, что вы хотите снять. Но мы пока ничего не хотим снимать. Нам ничего и не надо. Кнопка V – это, собственно, одевание брони любого типа. Ну, то есть, в большинстве случаев там, не знаю, шапки, шапки там, не шапки и так далее. Кнопка T – это снятие брони любого типа. То есть, например, нам нужно, скажем, снять робу. Вот она на плюс один, мы ее нажали, она взяла и снялась. Мы ее взяли, нажали V, она у нас обратно оделась. Вам об этом будет говорить команда Burning Work. Ворн. То есть, она у вас одета, либо она у вас снята. Команда A снимает все с вас. То есть, все, что на вас надето, вы можете просто выбрать, например, выбрать все, команда AL, и подтвердить ОК. Нажать, и она у вас все, как говорится, снимет все, что вам необходимо. То есть, это быстрое снятие так называемое. Да. Ну, говорить, конечно. МЖ – это прыгать. Если персонаж умеет, то персонаж в большинстве случаев кроме рыцаря прыгать не умеет. Его нужны либо заклинания, либо специальные сапоги. В большинстве случаев их нужно просто найтись. Но на начале вам не дадут такой возможности. Одним словом продолжаем. МТ – это, собственно, отпугивание нежити. Монах не умеет отпугивать нежить, поэтому для него эта команда не работает. Отпугивать нежить только прист и рыцарь. Она там вроде 5 ходов длится, то есть, с самого отпугивания. Поэтому стоит быть готовым к этому. Апострофы Т – это контроль телепорта. То есть, вы, как объяснить, вы можете телепортироваться. Ну, то есть, нажали эту кнопку, если у вас есть контроль телепорта, но, опять же, у вас самого телепорта, у нас, например, данного телепорта нет, мы телепортироваться не можем. А когда у вас появятся телепорты, появится его контроль, вы можете… он обычно там после, если нажимаюсь, 8 уровня появляется. А у… это у волшебника, а у остальных после 12 уровня. У нас в данный момент 1 уровень. Двоеточие – это то, что находится под вами, под вашим персонажем. То есть, у вас под ногами, грубо говоря. Д большая, я уже говорил, это дроп массовых предметов. То есть, какие вам необходимы. То есть, вы выбираете тип, например, армор. Нажимаете ОК. И вам предлагают, что конкретно вы хотите дропнуть. Но нам в данный момент ничего не нужно дропнуть, поэтому нам и особо нет смысла. Кнопка П – это в магазине, когда мы придем в магазин, мы будем ей взаимодействовать. Вы подняли предмет, который вы хотите, и за счет кнопки П вы оплатили предмет. Но надо смотреть, чтобы количество золота у вас соответствовало стоимости предмета. Ну, собственно, история, которая все прописывается здесь. Апостроф и П. Апостроф икс – это ваши атрибуты, которые у вас… Вот, кстати, у вас прописан автопикап, поднятие чисто золото. Все. То есть, больше ничего. Вам это нужно прописать в этом файле. Потому что у вас будут подниматься все предметы. Вам нужно прописать, чтобы именно золото поднималось. Собственно, апостроф и ноль – это то, что… ну, это О. Это, как говорится, какие у вас уровни, то есть, где вы присутствуете, и какие у вас там сопутствующие уровни. Знак вопросы – это, как говорится, так называемый help. Вас пробрасывают и про команды, и тут по опциям, по другим. Одним словом, тут вся дополнительная информация, и вы можете полистать. Так называемые две палочки. Получается, в левую сторону палочка в левую, партикальная. И палочка в левую. Это то, что вам известно в данный момент из предметов вообще в целом. То есть, все предметы, которые вы находите, вы их в большинстве случаев не знаете. А благодаря вот этой кнопке вы, скажем так, вы… То есть, по крайней мере, я какие-то… Вижу, что я знаю, что я не знаю. И по мере того, как мы будем что-то узнавать, эта кнопка будет пополняться. Вот, как-то так вроде… Ну, собственно, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 6. Без пятерки. Это, собственно, передвижение. То есть, право, лево, вверх, вниз. А центральная кнопка – это взаимодействие. Вот, как-то вроде пока так объяснил. Вот, опять же, мы видим, получается, жука. Х – это у нас жук. Мы, может, точка с запятой нажали, посмотрели. Это жук. У нас 14 хп. В принципе, мы его, скорее всего, убьем. Мы нажимаем в его сторону, и жук погиб. Мы идем прямо, и перед нами открывается развилка. Вот. Получается, смотрим сюда. Это у нас нефть. Ну, это одна из ящериц. Вот, лизард – это одна из ящериц разновидностей. То есть, они не самые сильные враги. То есть, вы можете смело их, как говорится, убивать. Кстати, для новичка это самое то. Мы вот только что промахнулись. Нам, правда, написали, что мы промахнулись по пустоте, но мы, по сути, промахнулись по этому лизарду, так называемому по нефту. Вот. Мы его только что убили. Все, смотрим. Вот этот, так называемый, нолик рядом со мной – это билдинг. То есть, это большой камень, который для разных целей служит в игре. В большинстве случаев, как и ловушки, то есть, у вас может именно им придавить. Так же, вот как и блокирование проходов. В нашем случае он просто блокирует проход. Его можно двигать, если у вас, потому что персонаж достаточно силы. Либо у вас вообще есть способность такая двигать. Вот. У нас, по сути, видите, он нас блокирует проход. Идем вверх. Смотрим. Ну, тут, скорее всего, будет закольцовывание этой локации. Да. Закольцовывание локации, собственно. Поэтому идем в дверь. Дверь сопротивляется открытию, как бы это смешно не звучало. Но все же она открывается. Желательно на начале иметь такой прецедент. То есть, вы первого уровня и у вас... То есть, вы на первом уровне локации. То есть, например, вот написано D level 1. И ваш персонаж, то есть, XP 1, должны соответствовать. То есть, если вы 1, 1, 2, 2, 3, 3. И желательно далеко не уходить. Потому что, если вас просто разорвут, скажем так, если вы слишком далеко убежите вперед. Вот, нам пишут, что мы видим труп шакала. Вот, шакала есть можно, мы его едим. Вот, нам пишут, что мы съели шакала, то есть, без проблем, как говорится, покушали его. Вот, мы получили только что второй уровень, убив нефта. Вот, у нас теперь второй уровень. Теперь мы можем двигаться в сторону выхода с локации. Вот это вот получается. Знак больше – это так называемый спуск вниз. То есть, на там, соответственно, первый, второй, третий и так далее уровня. Знак меньше – это так называемый подъем вверх. То есть, вы, получается, будете с третьего, второго, первого уровня. Ну, не в основном, вы поймете, когда это. Вот, в данный момент перед нами кобальт. Кобальт, в большинстве случаев, он ядовитый. То есть, если у вас нет сопротивления к яду, кстати, сейчас мы это и проверим. Если у вас нет сопротивления к яду, то у вас, скорее всего, кобальт, если вы его съедите, вы погибнете после того, как его убьете, конечно. Кобальты все ядовитые. То есть, там у этих кобальтов есть разновидности. Как узнать, ядовитый он или нет, это только в Википедию по Нэнхаку открывать. Потому что в игре сама функция не предусмотрена. Но в большинстве случаев вы это поймете, когда несколько раз будете играть. Идем в сторону кобальта, мы его убили. Он нам труп не оставил, чтобы это проверить, поэтому кушать мы его будем, видимо, в другой раз. Мы на втором уровне собираем монеты. Вот видите, кнопка «Знак меньше». Это получается, мы сейчас на втором уровне. А чтобы вернуться на первый, нужно на знак «Меньше», как говорится, вернуться. И вот вы уже вернулись. Вот вы опять перешли. Так называемая скобочка – это фонтан. Фонтан – очень нужная вещь. Я бы даже сказал, очень нужная вещь, но она на начальном уровне бесполезная, потому что вас, скорее всего, мобы, которые оттуда появятся, вас убьют. То есть я бы рекомендовал взаимодействовать с фонтанами, они ниже пятого уровня. Лучше выше, чем ниже. Потому что там, скажем так, могут появиться достаточно сильные мобы, и вам просто, как говорится, вам напинают. И это, если я не ошибаюсь, у нас оружие какое-то. Да. Оружие дальнего боя, если не ошибаюсь. В переводе я не знаю, но, опять же, учитывая то, что оно не опознано, мы его одевать не будем. Нам его нужно опознать сначала. Опознать можно либо свитком идентификации, либо на алтаре. положить на алтарь, на любое ее расповедание, будь то законник, нейтральный или хаосник. И вам его опознают. И желательно, чтобы оно было благословленное, либо хотя бы не проклятое. Проклятые вещи одевать нельзя. Ну, так сказать, их одевать можно, но вы их снять не сможете, и у вас там проблемы возникнут. Это статуя. Собственно, мы ее видим под ногами, вот она у нас с левой стороны. Статуи, в большинстве случаев, они отображены серым цветом, в отличие от мобов, которые, собственно, им соответствуют. Статую можно оживить, для этого нужно заклинание из камня в плоть. Но она есть только у Хила, по крайней мере, на начале. У остальных ее нету, по крайней мере, я не видел персонажей. Поэтому двигаемся дальше. Я обычно исследую открытые проходы, смотрю, что там у нас пока. Вот опять же статуя, опять же того же самого персонажа. Статуя Геска, в нашем случае. В большинстве случаев статуи могут нести себе что-то ценное, а могут и ничего вам не принести, поэтому сложно сказать, нужно их открывать или нет. Но в большинстве случаев статуи можно разрушить, но они почему-то не двигаются, что очень странно, но нет. Статую можно разрушить той же киркой и той же, не знаю, силовым болтом, если у вас есть такое заклинание. Оно у волшебника присутствует. Ну и ничем другим, а, ну еще палочка копания. Пробуем открыть дверь, дверь сопротивляется, мы ее открыли, в конечном итоге идем дальше. Смотрим. Мы подтолкнули камень и зашли в следующую комнату. Смотрим. Это зомби-кобальт. Запомните, зомби есть нельзя. То есть, никак вообще. То есть, всех остальных мобов вы с горем пополам, может быть и сможете есть там, может не всех, но все же, большую часть, по крайней мере. Но зомби есть нельзя. Поэтому, даже если он оставит свой труп, фиг бы с ним, пускай он его оставит. Зомби есть нельзя. Зомби нам, собственно, ничего не дропнул. Тут статуя лишайника, так называемая, под этим зомби, под трупом. Статуя нам, опять же, не нужна, потому что у нас нет оживления камня. Поэтому мы просто идем дальше. Дверь открылась, смотрим, что у нас вообще. Прозваниваем на наличие, возможно, нам смогут открыть дорогу, но нам ее не открывают, идем по другому пути. У нас, получается, куда-то дорога вниз идет. Бежим вниз. Да, в этом вопросе нам, конечно, не особо сильно повезло. Нам не прозвонили дорогу, то есть мы не знаем, куда нам идти в данный момент. Поэтому сложно сказать, куда конкретно. Но вот опять же, то есть что делать, когда вы не знаете, куда идти? просто элементарно стоять и кликать кнопку S, так называемого поиска. Если у вас автоматически поиска нет, вы можете кликать и какое-то время стоять, ждать. Потому что в большинстве случаев дорога либо появится, либо просто вам надоест и вы просто пойдете другую дорогу кликать. Вот опять же, мы нажали кнопку поиска и нам дропнули дорогу. То есть мы теперь видим, куда можно пойти. Но опять же, здесь пусто, поэтому прозваниваем дорогу дальше. Плюсом обозначаются как книги, но они лежат отдельно, вы это увидите. Так и двери, потому что они в так называемой форме квадрата, прямоугольника и так далее. То есть вы это увидите. Вот, например, вот есть тут плюсик двери. Опять же, это точка с запятой, нажимаете и смотрите на нее. Это получается не запертая дверь. Также есть, вот если я вам покажу, у нас есть книга с собой, так называемая Blessing Healing. Вот мы ее дропаем. У нас она тоже плюсик, но она другого цвета. Дело не в цвете, она может быть рандомного цвета. То есть, привязываться к цвету нет смысла, потому что вам, когда будете играть в свою игру, у вас будет другой цвет. Не знаю, зеленый, красный, розовый, не суть важна. Флаг в том, что у вас будет другой цвет, поэтому привязываться к цвету нет смысла, как и к ее полярности, так называемой Blessing, не проклятая или проклятая. Потому что она может быть рандомной, вам нужно будет это узнать. Открываем дверь, идем дальше. Опять же, забрали ящерицу, нам об этом написал. Вышли на большой участок, достаточно большая. Тут, скорее всего, возможно будут ловушки, но мы пока про ловушки ничего не знаем, потому что мы их не нашли. Вот опять же, мы только что через поиск нашли дверь. Мы не знаем, что за дверь, поэтому… А дверь открытая без проблем, как говорится. Опять же, зомби-гном. Как я говорил ранее, зомби есть нельзя ни в коем случае. То есть, вне зависимости, там гном, там зомби будет, или человек-зомби, там эльф-зомби и так далее. Великан, зомби есть нельзя. То есть, мы задестроили зомби-гнома, но в принципе неплохо, что я могу еще сказать. К нам идет этот хоббит. Учитывая то, что хоббит нашего вероисповедания, то есть, законного, то он нас, скорее всего, не будет атаковать, потому что наше вероисповедание нас не атакует в большинстве случаев. Нас атакуют все другие. То есть, например, мы законники, а нас бы атаковали хаосники и нейтралы. То есть, там так и прописано. Сейчас я вам покажу, где это написано. Вот, нейтрал написан и хаосник. Собственно, если вы хоть немножко знаете английский, вам будет чуть проще в этом вопросе. Смотрим и видим так называемый сундучок, бокс. Пытаемся его открыть, смотрим. Видим, что сундук закрыт. Нам об этом пишут Лоскер. Так называемое, что сундук закрыт. Я сразу прозваниваю на наличие ловушек. Нам говорят, что ловушек нет на данном сундуке. Учитывая, что у нас нет оружия, то мы, скорее всего, просто его не откроем. Либо просто попытаться выбить его сейчас. Как вариант. Либо с собой взять. Тоже неплохая идея. Возможно, мы ключ на следующем уровне найдем. Да, что может открыть вообще? Ловушки, двери и так далее. Ну, мало то, что заклинание. Так называемое. Так называемый волшебный замок, он вроде называется. Так же может это сделать отмычка. Так же может сделать кредитная карточка. Как бы это смешно не звучало, но все же. И ключик может открыть. В нашем случае у нас ничего из этих предметов нет. Поэтому нам в этом вопросе, конечно, трудновато. Кстати, да, я забыл сказать. Монах, он вегетарианец. То есть, если мы его кормим мясом, монах, скажем так, бонусы получать не будет. Поэтому не всегда нужно монаха мясо вырвать. Но я привык, что мы постоянно трупы едим. Плюс я вам объясню. Мы только что убили жука фантастического. Опять же, Хоббит, ты уморил. Опять же, очень мало мобов. Как вариант, можно пойти чуть дальше на один уровень. Но опять же, как говорится, в случае чего лучше бежать назад, потому что мы явно ниже уровнем и нам просто могут люлей навешать. Я думаю, возьмем с собой сундук и пойдем на следующий уровень. Но опять же, это неправильно. Нам нужно до упора ждать, как говорится, третий уровень, третий переход. На одном из уровней, по крайней мере, в начале, кстати, у нас два перехода. Вот как вы видите, стрелка одна больше, и вот стрелка вторая больше. Два перехода. Это могут быть как переходы просто на обычную карту. Сейчас я вам покажу. карту. В нашем случае это просто обычная карта. То есть, такая же карта, только третий уровень. Там, мол, противники чуть сложнее и так далее. Также там могут быть… Сейчас я вам покажу. Гномни шахты. Сейчас мы до нее добежим. Мы только что убили, так называемую, кислотную… Ну, как ее… Жижу, будем так говорить. Все. А есть также гномни шахты. Их в большинстве случаев нужно освещать, потому что без фонаря, то есть без, скажем, свечи либо лампы какой-нибудь, либо вообще какой-нибудь, опять же, либо масляной, либо там металлической лампы, вы не сможете ее осветить. В гномни шахтах бывает очень опасно, в плане… У вас просто может количество мобов запрессовать. Их очень много там, и они все вас захотят убить. Но мы сейчас, скорее всего, пойдем в гномни шахты, чтобы я заодно вам показал их. Вот, опять же, тут очень темно. Нажимаем. А у нас нечем, собственно, как говорится, не осветить ничего. То есть… А – это инструмент, который вы чаще всего будете взаимодействовать с ним. Тут у нас вот стандартное освещение, как говорится, без всяких осветительных приборов. Вот. Если оно не освещено вообще. То есть у вас буквально вот по одной клеточке вокруг вас. Соответственно, у вас шанс попасть в ловушку или в какую-нибудь неприятную ситуацию очень высокий. Вот, мы видим гнома. Гном, скажем так, если в нашем случае мы человек, чтобы это узнать, нужно нажать вот сюда, вот на апострофы и икс, и увидеть это. То есть у нас, получается, мы второй уровень – мали, то есть это мужской пол. Хуман – это так называемая наша, не знаю, расовая принадлежность. И монг, собственно, наш класс. Мы можем есть… Ну, я как говорил, монги не едят мясо, но у нас монг, который ест мясо. Вот. Если мы, если мы, конечно, убьем этих гномов, то мы можем поесть… Вот. Получается, мы получили третий уровень, мы только что убили гнома. Гном нам что-то дропнул, но опять же… Мы пока не знаем, что мы встали. Тут написано, что тут семь предметов. Видим то, что тут достаточно много предметов. Я обычно пытаюсь забрать всё, потому что, если… Против вас это может пойти, в общем и целом. То есть все предметы будут элементарно против вас идти. Смотрим. Я нажимал очень долго кнопку поиска «С» рядом с ловушкой. И нам высветилось вот это вот сообщение. Нам показалось, что рядом с нами стоит ловушка. Это ловушка «У», ну, так называемый «Стрел». Нажимаем кнопку «Продолжить». Её можно попытаться обезвредить, что, собственно, мы попробуем сделать. Мы нажимаем кнопку «МУ», ну, так называемая. И идём в сторону ловушки. Мы обезвредили данную ловушку. Нам об этом написали. Соответственно, мы можем вставать на текущую локацию и смотрим. Тут у нас, получается, стрелы 19 штук и труп гнома. Ну, как показала практика, трупы, которые лежат в ловушках, их в большинстве случаев есть не стоит. Потому что они будут элементарно не свежие, и вы, скорее всего, погибнете от этого. Ну, кстати, я вам сейчас покажу заодно, как, если что, молиться. Если у нас даже трупы окажутся не свежим, то я вам покажу, как мы, по крайней мере, как я от этого избавляюсь. Не знаю, как другие, но я именно так избавляюсь. Мы едим трупа гнома. Вот. У нас, получается, food potion, то есть это мы отравлены. То есть в большинстве случаев мы, я, скорее всего, вы умрете. Потому что если не избавиться от этого дебафа, вы, скорее всего, умрете. Я в большинстве случаев нажимаю pray. Вот, нажимаю. И мы помолились. То есть тем самым мы избавились от этого. Но, опять же, часто молиться нельзя, потому что 200-300 ходов. Лучше 300, лучше больше. Как говорится, помолитесь и, возможно, вам помогут. Не факт, что вам помогут. Иногда он может так сильно навредить, что вы просто откровенно офигеете. Но все же молиться стоит. Атеистам ходить, конечно, можно, но это сомнительное решение. Персонаж проголодался немножко. Вот об этом желтая надпись, которая рядом с количеством ходов. С 1105, которая присутствует надпись. Она говорит то, что персонаж проголодался. Но это начальная стадия, так называемая. Для нас она не критична. Нам написали то, что нас ударил гном. Мы идем в сторону гнома, и мы его убили. Мы идем, опять же, на клетку гнома, и мы видим труп гнома. Мы едим труп гнома. Да, монах не мясоед, но все же мы едим труп гнома. Просто когда он вегетарианец и соблюдает пост, он, получается, будет получать бафы к своим статам. Вот, опять же, нас ударил, опять же, гном. Мы идем в сторону гнома, и опять же, еще один гном, и мы убиваем гнома. Видим, тут несколько объектов. Гем. Ну, я не знаю, я их обычно поднимаю так, чисто для галочки. Труп гнома и, собственно, какая-то оружие. Это что-то типа булавы, наверное. Я обычно подбираю. На крайней мере, еще можно продать это все. Одним словом, либо ешьте сразу, либо не ешьте вообще никак. Поэтому, если... Если у вас персонаж голоден, в большинстве с учетом...